Радио прямой эфир по самому центру и сердцу Праги. Мы сейчас с вами в кафе. Здесь просто атмосфера потрясающая. Ребята, сейчас прям такая музычка играет. Дальше мы сейчас с вами будем пройдемся. И все это мы с вами будем делать в рамках нашей главной цели. Главная цель – это и дать вам какую-то приятную картинку, на которую вы смотрите. И главная цель – это дать вам вместе с тем, чтобы было не скучно смотреть, еще и кучу знаний, кучу умений, кучу инструментов для того, чтобы вы приумножали свое здоровье и могли до 100 лет, и могли с красивым телом, могли с теми пропорциями, которые вам нравятся. Вот сегодня тема этого проблемы с пропорциями, когда проблемные зоны. Сейчас будем это все обсуждать, будем ваши вопросы замечательные проговаривать. Короче, будет круто. Пожалуйста, ставьте палец наверх, обязательно присоединяйтесь. И мы с вами буквально несколько дней назад делали по одной части Праги кардиоэфиры, и сейчас будем делать по другой части. Я думаю, будет хорошо, будет замечательно. Значит, смотрите, какая штука. Сегодня главная тема – это такие кривые пропорции, когда, например, у нас проблемные ягодицы, проблемный живот, проблемные бедра, еще какие-то моменты. И всегда мы пытаемся решить эту историю через непосредственно упражнения. Если у нас торчащий живот, мы пытаемся его решить скручиваниями. Если у нас, например, проблемные ляжки какие-нибудь, мы пытаемся решить через какие-нибудь массажи или еще какую-то историю. Но, к сожалению, так это все мероприятие не решается, ребята. В первую очередь задача, которая должна быть решена, это причина, почему увеличивается бесконтрольно вот этот вот объем жира, например, в каком-то месте, которое для вас является главным проблемным. А в большинстве случаев объем жира увеличивается, потому что у нас и метаболический синдром, и главного транспортного гормона, который отправляет в это место непосредственно энергию в виде глюкозы, которая дальше транспортируется и превращается в жировые депо. Много! И вот это главная проблема, которую люди не понимают. Они думают, что это проблемная зона, которая досталась от мамы, от бабушки, от тети, еще от кого-то. Да нет, на самом деле. Это не проблемная зона, которая досталась от мамы, бабушки, тети или еще кого-то. Это крутой скил, который у вас прокачан от мамы, бабушки или тети делать беляши и кушать варенье и пельмени, и обожать, например, булочки. Понимаете? Проблема... Любаш, я пойду пройдусь, хорошо? Значит, проблема здесь главная в том, что у нас... Так, слышишь? А, машина закрылась, да? Все нормально. Значит, главная проблема здесь, ребята, заключается в том, что переизбыток продуктов с высоким гликемическим индексом отправляется в наши с вами жировые депо, аж бегом. И, получается, когда он отправляется в эти жировые депо, у вас как бы есть свой, ну, скажем, свой предоминантный какой-то вот такой вот отдел сально-жировой. Вот этот отдельный... У кого-то там низ живота, у кого-то там бедра, у кого-то там, не знаю, там ляжки, у кого-то там подбородок, еще какой-то. Вот у каждого из вас есть свой специфический, значит, какой-то отдел, который вам более свойственный, да? И вот вы любите беляши, например. Вы берете беляш, беляш у вас поднимает уровень глюкозы высоко, или там, ну, любой продукт, где есть там тесто, или что-то углеводится, где есть там комбинация с гликемическим индексом выше 50. Вот это вот мероприятие, оно заставляет, понимаете, какая штука, вы получаете много энергии в один какой-то такой, скажем, в один подход, много энергии. И вот это вот главная проблема. Ты получаешь много энергии. Давайте уже, кстати, с вами пойдем. Я здесь запарковался на, видите, на синей линии запарковался. И я думаю, будет нормально. Значит, вот здесь вот это вот кафе, я вам сейчас разверну, покажу, ребята, и буду дальше вещать на заглавную тему. Значит, вот это вот кафе. Сейчас постараюсь меньше, значит, дергать руками, чтобы было более стабильно. Вот это вот кафе, где я только что сидел с вами. Посмотрите, какая красота. Окна, вот здесь вот, я здесь запарковался на синем, как раз нормально. Вы посмотрите на эту красоту, просто вот такой вот классический пражский вид. Но это же просто фантастика. И вот сидишь здесь, прикиньте, да, вот ты сидишь здесь, и вот такое вот еще, когда там музыка такая новогодняя играет. И так вот, представьте, что снег падает, хотя сейчас тоже супер красиво, абсолютно. Очень прикольно. Кстати, вот так вот, видите, из-под земли выезжает такая штука, и вот так вот продукты доставляют в рестораны и кафе. Так вот, мы сейчас с вами будем делать кардио наш эфир, и будем максимально, значит, стараться общаться, и я буду вас развлекать. Поехали, значит, делаем кардио, ребята, и будем разговаривать, и будем обсуждать главные вот эти вот топики, да, когда у тебя проблемные зоны. Так вот, вот смотрите, какая штука. Большая часть людей, они не понимают одной простой истинной обмена веществ в организме человека. Обмен веществ в организме человека проходит с какой-то скоростью. Вот это вот очень важная переменная, которую больше сейчас люди просто в упор не поймают. Вот представьте себе ситуацию. О, кстати, смотрите, ребята, привезли в мясную лавку, смотрите. Я вам всегда говорю, вот если нет денег на нормальное питание, я всегда экономить стараюсь. Видите, вот эта вот часть с ноги, вот эта вот тушится долго, не нужно брать вот эту вот верхнюю часть с вырезкой, дорого-богато, не нужно. Нижняя часть потушили пару часов, и будет прекрасно. Кстати, смотрите, вон дядя, видите, пылесосит, ходит улицу. Так вот, представьте себе ситуацию. У вас, например, есть труба, которая может пропустить через себя, там, 10 литров воды в секунду, например, или представьте, что у вас есть провод электрический, который может вам дать, например, там, 220 ватт, да, тока электрического. Ну, обычная розетка, которую мы все привыкли с вами видеть. Вот себе представьте теперь, что вы через трубу, которая может дать вам, значит, 10 литров в секунду, пытаетесь пропустить 100 литров в секунду. Или через электрический кабель, который вам дает 220 напряжения, понимаете, вы пытаетесь подключить, там, 380, да. Вот это вот огромная проблема, которую люди не понимают, к сожалению. Они думают, что можно потребить гигантское количество, ну, или просто наесться досыто, скажем так. Вот, вот где фишка. Труба, которая не создана, пропускает такое количество воды в секунду времени, да, или электрический провод, который, по которому подойдет слишком большое напряжение, он сгорит. Провод сгорит, а трубу прорвет. А в вашем организме, ну, мы не можем же допустить, правильно, значит, сгоревшую проводку и прорвавшую трубу. Поэтому в вашем организме есть прекрасный процесс, который называется, отправим всю лишнюю энергию в, значит, жировое, в сальное депо. Так вот, работает это следующим образом. У вас метаболизм, вот запомните, пожалуйста, метаболизм в час тратит, ну, примерно... Ух ты, какой собачонок. Смотрите, какой здоровенный. Красавчик, красавчик. Значит, ух, брат у него. Он, смотрите, прям посреди улицы решил сесть, сходить в уборную. И сейчас вот дядечка будет это все мероприятие убирать. Вон у него уже пакетик в руках. Так вот, значит, смотрите, какая штука. Метаболизм в час, ребята, в час. У вас, ну, давайте так вот, 2000 калорий в день, считайте, 150 калорий в час. Ваше тело тратит в состоянии более-менее покоя, да? Более-менее покоя в час, ну, как, там, работа, еще какая-то, если вы переживаете, тревожитесь, понятное дело, больше. Вот теперь представьте себе ситуацию, в которой вы, например, да, съедаете три беляша. Или вы съедаете, я не знаю, там, блинчик. Это обычный обед, да, обычный обед вы съели. И вы зарядились калориями из пищи, которые дадут вам, ну, например, 1000 калорий, да? Вот там суп, картошка с мясом и, там, не знаю, пирожок с вишней и сладкий компот. Значит, вы съели 1000 калорий. Теперь вот самое главное, чтобы меня, самое главное, ребята, чтобы меня сейчас не переехали лошади, понимаете? Вот это вот самое главное. Умереть в прямом эфире, а то 4 раз топтали лошадьми, это прикольно. Так, лошадки, погнали. Значит, пражский колорит, ребята, погнали, пражский колорит. Значит, красота. Все делается, чтобы вам было не скучно смотреть прямые эфиры. Пожалуйста, подержите пальцем и подписывайтесь, ребята. Подержите пальцем и подписывайтесь. Мы с вами идем, вон там впереди, видите, Старометская площадь, Пражская. Кто-то приехал красиво на Кабрике, красиво, как настоящий БМВист. Мы запарковались половиной машины на, значит, Зебре. Красавчик просто. Значит, это у нас, ребята, М4 кабриолет. Конечно, хорошо, но так парковаться не очень хорошо. Ну, это у людей, всех, кто ездит на БМВ. Я не исключение, когда ездил на БМВ, ты не включаешь поворотники и паркуешься как мудак. Так вот, представьте теперь себе ситуацию, да, ты съедаешь, вот, тысячу калорий. И вот ты съедаешь тысячу калорий из, ну, да все равно из чего, там, обычная еда обычного человека. И у вас метаболизм, да, в час, у вас метаболизм в час, 150-200 калорий. Группы туристов, кстати, ходят, смотрите, как прикольно. И вот теперь, что нам делать с остальной энергией, которая усваивается относительно быстро? Вопрос. Вот что делать с остальной энергией, которая усваивается относительно быстро? А быстро усваивается в большинстве случаев строить свое меню. Так, мы вот так вот сейчас поставим. Значит, смотрите, у нас вот еще, помимо всего прочего, паровоз здесь ездит и возит туристов. Ну, прикольненько, прикольненько. И меню... Не совсем корректно и правильно, основываясь на том, что вкусно. А вот это, кстати, дичь, смотрите, ездят туристы. Вон там маленькие машинки такие. Значит, просто потрясающе. Я вообще не понимаю, как им разрешают возить такие экскурсии. Крайне опасная история. Мы с вами идем в сторону Староменской площади. Вы теперь представьте себе, да? Вот теперь представляете себе ситуацию. Вы съели тысячу калорий. Они у вас усваиваются, поскольку у всех этих калорий средняя гликемия там 60 или 70. Ну, обычное меню обычного человека. Обычное меню обычного человека. Это ваши, там, например, тысячу калорий, да, как обычно. Суп, первое, второе и компот. Средняя гликемия 60. И вот эта средняя гликемия 60, она говорит о том, что мы усвоим с вами эти калории, ну, я думаю, за часа два. И вот тысячу калорий, которые вы усваиваете за два часа, а тратите вы за эти два часа 350-300 калорий, потому что вы не едите, а потом не начинаете бежать спринт, понимаете? Вы поели, вы же не бежите спринт, чтобы тратить как можно больше. Выходим на Староменскую площадь. Значит, вы поели и, скорее всего, вообще легли отдыхать. Понимаете, какая штука? И вот вы съели калории, тысячу штук на обед, которые вы усвоите за два часа. И теперь потребление ваше составит там 300 калорий. И у вас есть лишних 700 калорий, которые должны куда-то пойти. А куда им пойти? Они же по-любому будут усвоены. Мы же не можем нашему с вами организму сказать, ты знаешь, дружок, ты погоди немножко, не усваивай так быстро съеденное все мероприятие. Я сейчас как бы вот подумаю здесь, чего с этим делать, а потом мы начнем с вами усваивать. Так это не работает. Когда у тебя составлено меню, значит, по принципу, ну вот, супчик с хлебом, компот, когда у тебя составлено меню, там, обычно, там, картошка фри и Биг Мак чизбургер, ну и всякая разная другая дичь, у тебя нет возможности притормозить усваивание. Ты будешь усваивать то, какая гликемия в этих продуктах. Она высокая. И твоя поджелудочная понимает, да, в этом случае, что уровень глюкозы крови растет, очень быстро растет. Смотрите, какая красота, просто нереально вообще. Очень быстро растет уровень глюкозы. И справиться с ним можно только выработкой большого количества инсулина. Потому что задача главная вашей поджелудочной какая? Не дать вам умереть от гипергликемии. Потому что у вас в организме в пяти литрах крови растворена одна чайная ложка сахара. Ну, примерно, да, это там утрированное вам рассказываю. Смотрите, ребята, торжественная дробь, посмотрите на это. Просто собор святого вида, посмотрите на это. Это же просто нереально вообще. Господи Иисусе, какой же город красивый. Пожалуйста, поддержите пальцем, ребята, и подписывайтесь. Потому что мы с вами делаем все, чтобы вам было приятно и интересно смотреть. И при этом мы становились здоровее. И вот ваша поджелудочная понимает, что если у нас разница между здоровым состоянием, это одна чайная ложка глюкозы на пять литров крови, а состояние, в которое вы впали в гипергликемическую кому и, скорее всего, умерли, это две чайные ложки, понимаете? То есть оно начинает вырабатывать громкое количество глюкозы. Чтобы у вас вот этого буфера энергетического в крови не было. Потому что вы умрете из-за этого. И получается такая штука. Ты съедаешь что-то на тысячу калорий, оно у тебя уставится за два часа. Ты потратишь за два часа 300 калорий на базовый метаболизм, на какую-то активность элементарнейшую. И остальные 700 калорий, связанные инсулином, чтобы ты не помер, будут отправлены в единственное место, которое твое тело знает, куда его отправлять. Это жировые депо. И вот здесь барабанная дробь вступает в силу в ваше проблемное зоной места. То есть проблемные у вас ляжки, бедра, попа, спина, грудь, подбородок, все, у вас там не было проблемное. Вот туда оно и будет отправляться в первую очередь. Ну, в печень сначала, конечно, а потом дальше в самое проблемное место, которое у вас следующее на карте. И вот это горе-беда. То, что большая часть людей не понимает. Им нужно продолжать потреблять достаточное количество калорий в день. Это не значит, что вы должны есть по 300-400 калорий за раз. Но при этом не должно быть у вас продуктов с вот этой кончено-бешеной гликемией. Понимаете? Не должно быть продуктов с кончено-бешеной гликемией. То есть у вас меню составлено. Хорошо, вы пообедали. Но только не с супом, с хлебом и там с картошкой, с еще какой-то историей. А должна быть корректно составленная гликемия. То есть вы съели прием пищи на 1000 калорий. Супер, молодцы, замечательно, все рады. И вот вы можете съесть снова точно такую же 1000 калорий, но только составить ее иначе. Составьте калорийность вашу иначе. Отталкиваясь от понимания того, что вам нужна средняя гликемия на ваше все меню, которое вы съели, не, значит, как у вас до этого было 60 или 70. А у вас должна быть средняя гликемия, ребята, составленная на ваше меню 30 или ниже. То есть у вас должен быть кусок мяса, салат, у вас должен быть какой-нибудь формат непостного мяса. И тогда вы можете съесть, я вам часто скажу, хоть 2000 калорий. Я съедаю свои там 3000 калорий за часовое окно питания. Но почему у меня большая часть съеденного не уходит в жир, а усваивается? Потому что гликемический индекс съеденного очень низкий. У куска мяса, например, гликемический индекс очень низкий. И если ты съешь кусочек мяса и съешь овощи свои, то ты будешь их усваивать не 2 часа, как обычное меню, а ты будешь их усваивать 14 часов. Кусочек мяса с овощами, которые дают тебе большое количество клетчатки, значит, даст тебе возможность усваивать и получать аминокислоты, получать калории, получать все это мероприятие, ну, 10, 12, 14, 16 часов. И вот в этом главная фишка. Ты не будешь жреть от одного приема пищи в день, даже если он у тебя на 2000 калорий, потому что гликемия этих калорий очень низкая, понимаете, какая штука, ребята. И они усваиваются медленно, то есть ты съешь 2000 калорий, оно тебе усваивается там 10 часов, и оно тебе дает по 200 калорий в час, понимаете, какая штука. Вот в этом главный, самый секрет здоровья. Чем ниже скорость усваивания, тем медленнее освобождаются аминокислоты, чем медленнее освобождаются аминокислоты, и чем меньше углеводов у тебя в твоем меню, тем у тебя, значит, меньше потребность в инсулине, тем, соответственно, твое тело сможет больше использовать энергию на благое дело, на строительство клеток, а не просто отправить это все тупо в сало и в жир, понимаете, потому что некуда его дети, глюкоза впрет наверх, и чего с ним делать непонятно, потому что пожар горит, все срочно, да, это как пить из бронзбойта, будешь весь мокрый, порвет рот, и может чего-то сможешь проглотить. Или пить из трубочки, по чуть-чуть, понемножку, все сухое, все понятно, все полезно, все круто, да. Ребята, вы посмотрите, какая красота. Я думаю, мы заслужили сегодня с вами на большой палец наверх и на подписку, потому что прямой эфир о здоровье у нас с вами проходит с одного из самых красивых городов на планете, в принципе, посмотрите на эту красоту. Просто нереально, ребята. Туристов миллион, и для вас стараемся делать, чтобы было полезно и интересно. Значит, вот смотрите, какая штука. Мы с вами обсудили, да, чтобы ваши проблемные места не становились более проблемными, вы, значит, соблюдаете правила составления корректного меню, вы следите за гликемическим индексом продуктов, и вы можете есть, ну, как бы много калорий, но если у вас калории имеют относительно низкую гликемию, то все будет прекрасно, все будет шикарно, все будет замечательно, и будет у вас все идти на строительство ваших мышц, на поддержание процессов обменных, и не будет такого, что у вас съеденный какой-то объем, казалось бы, достаточный. Смотрите, с этих часов, ребята, чтобы вы просто были в курсе, вот с этих часов в Гарри Поттере, кстати, делали часы, да, вот когда Роулинг писала Гарри Поттера, вот эти часы стали прототипом часов в Хогвартсе, на всякий случай. Очень красиво, кстати, на эту башню можно подняться. Вот, и чем медленнее, тем лучше усваивание, чем лучше усваивание, и медленнее усваивание, тем меньше будет идти в твою проблемную зону. А прикол в том, что ты съедаешь полторы тысячи или тысячу калорий, большая часть идет сала в жир, что-то в унитаз идет, и ты же снова вернешься на кухню, понимаете, закрытая такая, к сожалению, закрытая проблема, да, к сожалению. То есть ты съедаешь часть каких-то калорий, и дальше тебе их может хватить на 10 часов переваривать, медленно усваивать, а может хватить тебе их на 2-3 часа, и ты снова возвращаешься на кухню, и снова ешь. Вот, кстати, вам прикол, да, вот как вот чешское блюдо. Вот это вот вебшок недлозели, вот это вот называется кусок свинины, видите, тут прям на костре, что может быть, да, более колоритная, ребята, прям туристическая такая тема. Смотрите, жарится свинина с видом на костел. Смотрите, какая красота. Жарится свинина с видом на костел. Запах нереальный, посмотрите, какая красота. И вот эта вот капуста квашеная, они ее тушат потом. И вот тут вот дают в этих ларечечках. Кстати, нормальная еда в этом плане. Состав нормальный. Кусок мяса с видом на красивейший город. Вот где главная проблема образования твоих проблемных зон, ребята. Не в том, что у тебя мало спорта, или в том, что у тебя там генетика от мамы, папы, бабушки или дедушки. А-а, нет. Самая главная здесь проблема, это то, что мы ни хрена не умеем правильно составлять меню. Здесь лошадки, смотрите, продолжают подъезжать. Вон еще лошадки подъезжают. Здесь вот водичка для лошадок. Прикольно. А здесь вот у нас есть еще одна еда. Смотрите, здесь вот тоже доделают свинину и прочую другую тему с видом и с красотой. Значит, смотрите, какая штука, ребята. Мы с вами обсудили главные принципы и главные проблемы. Составление меню ваших проблемных зон. Будете, если вы учитывать гликемию при вашем меню, все будет круто. Сейчас я буду брать ваши вопросы и постараемся вас максимально зарядить знаниями и энергией. Как всегда, я вас приглашаю к нам в ПГ-марафон, где я уже лично вас консультирую, ребята. Присоединяйтесь, пожалуйста, под видео в YouTube в описании и в Instagram первым постом и в любой социальной сети каждый день выходит баннер с приглашениями. Сейчас актуальная дата старта на ближайший сезон 10 ноября, где я уже лично консультирую. И мы подбираем меню для вас, составляем витамины, минералы, разбираем анализы и 3 недели вместе работаем, ребята. Это лучшая программа, которая не имеет аналога в мире, которая дает сногсшибательный результат. Стоимость нашего курса, ребята, как часовая консультация у профессионального диетолога. Но только вы не час консультируетесь, после какого вы забываете 95% информации и дальше каждый последующий вопрос, который у вас будет, с вас будут брать деньги. А я работаю в моей программе 3 недели, ребята, 3 недели. И 3 недели по-настоящему решают вопрос здоровья и люди уходят во всеми вопросами закрытыми. Поэтому все эти 9 лет практики дают такой сногсшибательный результат и спасают жизни. Присоединяйтесь к нам. Значит, пожалуйста, под видео или баннер ближайший вы находите. 10 ноября ближайший старт. Мы ждем вас. Сейчас будем брать ваши вопросы шикарные. Я надеюсь, что я рассчитываю на ваш палец и заслужил вашу поддержку, ребята. Смотрите, просто красота. Кардио и эфиры в центре Праги. Это замечательно. Алексей, как погода в вашем городе? Ну, вы же видите, да? Значит, плюс 15 и шикарно. Значит, сырая морковка в день. Съешьте себе на здоровье, получите удовольствие. Значит, Т3-Т4 норма. ТТГ растет. Антитела, ТПО высокие. Гипотиреоз? Да, классический гипотиреоз развивается. И лечить его нужно только чистить печеночку, добавлять, да, улучшать конверсию. То есть, вы видите, у вас Т3 мало, а ваша история с ТТГ говорит о том, что нужно повышать, улучшать конверсию. То есть, фишка в чем, ребят? В том, что, значит, лошадки в кадре фишка. Смотрите, какая тема. Просто кардиоэфиры – это фантастика. Значит, чистить печень, потому что в печени 80% проходит конверсии вашего Т3. И чем хуже состояние вашей печени, тем хуже Т3, и тем больше нужно ТТГ, для того, чтобы получить достаточное количество этого Т3. Ну, есть классический гипотиреоз. Обычный врач это, в принципе, не лечит. Он только вам пропишет гормоны какие-нибудь, типа эутерокс, этероксина, там какая-нибудь чепуха. Я вас прошу, чистите печень, да, добавляйте морепродукты регулярные, йод, селенцинк, Д3 – это классика, которая у вас может быть. И все получится абсолютно, ребята. Получится, получится 100%. Смотрите, какая, боже, какая, как раз еще солнышко так стало. Ребята, мне кажется, наверное, у нас с вами самые красивые прямые эфиры из всех каналов на планете, посвященных здоровью, долголетию и профилактике проблем со здоровьем. Ну, просто, ну как вообще, можно это переплюнуть? Нереально вообще. Самые красивые эфиры, ребята. Ну, блин. Невероятно красиво. Посмотрите на эту красоту. Просто пушка-бомба. Ребята, наши эфиры, посвященные здоровью, самые красивые, точно. А мы с вами продолжаем познавательные экскурсии и продолжаем двигаться. Сейчас мы идем со Старомесской площади, на улицу Парижская. Здесь, значит, находятся знаменитые все бренды мировые представлены. Вот здесь у нас на уголку, на уголочке, значит, Кортье. Боже, посмотрите, какая красота. Ребята, просто посмотрите на эту красоту вот так вот, да, в таком разрезе. Очень симпатично. Будьте Кортье и дальше Старомесская площадь. Так, здравствуйте. Посмотрел, значит, про лимфу. Помочь, когда воспаляется лимфоузел. Поддерживать иммунную систему, пить воду и заставлять лимфу двигаться. Другая проблема. Не могу поправиться. При росте 170-155 вам нужен кишечник здоровый. Понимаете? Вы не можете поправиться, потому что у вас большая часть съеденного улетает в унитаз. И большая часть съеденного улетает в унитаз, потому что, скорее всего, кишечник оставляет желать лучшего. А кишечник оставляет желать лучшего. Почему? Потому что, скорее всего, был поврежден, например, каким-нибудь антибиотиком или каким-нибудь алкоголем или каким-нибудь, значит, некачественным форматом воды или еще какой-нибудь гадостью. Так, сейчас мы с вами идем. Тут у нас Брейтлинг, Луи Виттон, банальщина. Банально. Все очень банально. Значит, Диор и прочая история. Такие, знаете, классические лакшери бренды. Значит, дальше. Тут, естественно, самая классика, что может быть. Макларен припаркованный, значит, возле бутика Луи Виттон и в Сан-Вуран. Ну, это я называю банальщина. Да, 9.1 Турбо стоит. Красавчик. Все здесь всегда и лакшери машины хорошие. И в этом месте все прекрасно, ребят. Значит, давайте дальше. Поехали, берем. Так, лагает эфир у кого-то. Значит, может лагать у кого-то. Прямая трансляция. Рассчитываем на качественный интернет. Надеюсь, у вас все хорошо, ребята. Дайте знать, если картинка нормальная, стабильная, звук нормальный. Прямо из центра двигаемся же пешком. Так. Масло для оттока желчи имеет место быть. Нет никакого смысла давать масло для оттока желчи. Значит, так как у вас для оттока желчи существуют другие прекрасные абсолютные инструменты. Например, ромашковый чай. Или для оттока желчи вы можете использовать... Прямо вот если вы хотите сделать прям отток-отток и сделать детокс, сделайте его на бульоне. На бульоне сделайте. Это самое лучшее, что вы можете сделать для своего желчи тока. Так, здесь у нас Гуччи. Там у нас Тиффани и Фурла. Тут Гермес. Значит, Гермес. Патек Филипп. И все прекрасно, все замечательно. Все очень красиво, ребята. Дорбри. Дальше Боленсияга погнала. Замечательные места. Так, кофейку возьмем. Хорошая идея. Так, как лечить аутоиммунный гастрит? Смотреть мой ролик о аутоиммунках. Я вам только что, Кулама, ответил, что воспаленный лимфоузел всегда говорит о том, что движение лимфы заторможено. Нужно еще раз больше пить. Поддержать цинком CD3 вашу иммунную систему. Лимфоузлы это как фильтра. Кстати, смотрите, прикольное такое, да, парадное. Здесь живешь, выходишь, очень красивый район. Так вот, лимфоузлы это как фильтры в вашем, там, не знаю, каком-нибудь водном инструменте для очистки. Только в случае с лимфоузлами они начинают воспаляться тогда, когда иммунная система активирована. Ваши лимфоузлы ловят, очищают и работают как мусоропровод в вашем организме. Понимаете, какая штука? Ваши лимфоузлы работают как мусоропровод в вашем организме. То есть, отработанные все элементы крови, они участвуют также там в процессах жиросжигания. То есть, огромное количество процессов важнейших, которые ваши, ваша лимфатическая система и главный лимфоузел самый большой. Боже мой, зачем я вам тыкаю себя в лицо, господи, сюда. Я думал, я развернул камеру, ребята, извините. Значит, вот там роликс нам предлагают купить здесь. Я иногда забываю камеру развернуть и мой не самый приятный фейс с крупным планом, за что я извиняюсь. Значит, смотрите, какая штука. Лимфатическая система ваша может прекрасно работать и инвестировать в вас. Смотрите, классика, ребята. Классический роликс. Просто мечта любого, значит, успешного, наверное, человека. Я никогда о роликсе не мечтал, меня особо эта вся история не возбуждает. Но кому-то же нравится, кому-то же нравится, ребята. Я вот, мне вот вообще подарили Apple Watch Ultra, а я за последние 7 лет двое пар часов сносил. У меня были Apple Watch второй генерации, потом седьмой генерации. И вот близкие, очень уважаемые друзья подарили Apple Watch Ultra второй генерации. Я полностью с ними счастлив, а я такой инструмент прекрасный, настолько как бы гибкий инструмент. И как фонарь работает, и работает как видоискатель для камеры, и шикарно просто, очень-очень хорошо. Значит, куркума не нужна. Куркума ничего не даст, куркума ничего не решает. Кроме того, что вы можете как бы ее в какие-нибудь напитки с утра засунуть и пить ее как эффект, ну, такого легкого плацебо. Куркума входит в состав некоторых детокс-дринков. Я вам делал разбор этих дринков. Там куркума, там всякий имбирь. Их можно пить на пустой желудок, если задача стоит антипаразитарной подготовки. Значит, но у нас с вами отдельно куркума ничего не решает в плане того, что ее часто предлагают как там, не знаю, жиросжигатель, там еще какую-то историю. Она ничего не решает. Ух ты, смотрите, ребята. Это же, кстати, у нас с вами Эниус Гренадир. Для тех, кто не в теме автомобильной, тем вообще все равно. А я вот сейчас вживую, наконец-то, могу его посмотреть. Это вот такой вот, это только а-ля Land Rover Defender, только с мотором B58 от BMW. Прикольно, красиво. Типа а-ля Land Rover, короче. Такое вот нишевое производство, видите. Да у него даже тот самый коробка переключения передач, как у BMW. Это такой, типа, продвинутый формат Land Rover, который не должен ломаться. Ладно, давайте дальше вопросы. Так, киста поджелудочной, можно как-то остановить ее рост? Да, вам, скорее всего, нужно обороть метаболический синдром. Понимаете, проблема кист, папиллом, миом, аденом и прочих других, не самых лучших клеточных образований заключается в том, что большая часть врачей, когда вы обращаетесь, они вас не лечат от причины возникновения. Они могут вам предложить на это мероприятие, например, хирургически как-то исправить, в плане там подрезать. Ну, а с кистами, например, когда мы говорим о поджелудочной, ну, здесь вряд ли вам будут предлагать хирургически исправить. Ну, просто причина возникновения кист, она обычно заключается в одном. И главная причина – это метаболический синдром. И вот вам нужно его решить в первую очередь. Потому что все, что растет и что не должно расти, да, папилломы, миомы, кисты, аденомы, вот эта вся не самая лучшая история, вот ее нужно строго-настрого, да, усвоить раз и навсегда. Вы должны их контролировать через, во-первых, отсутствие метаболического синдрома, во-вторых, бороться с уже существующими при помощи аутофагии. Понимаете, какая штука? При помощи аутофагии. Аутофагия – это ваш лучший, самый главный друг, который поможет и спасет с уже имеющимся. Ну, а в противном случае что у вас есть? Какая альтернатива? Альтернативы нет. Люди, которые не хотят аутофагию практиковать, они говорят, что это все фигня, ничего не работает. Но мы-то знаем за все эти годы, что это помогает действительно спасать жизни. А вот здесь, смотрите, Франц Кавка. Видите, какой интересный, значит, памятник Кавка. И, конечно же, экскурсии у нас с вами. Экскурсии. Видите, какой интересный очень, значит, памятник. Смотрите на него. Вообще прикольный. Ну и, естественно, как всегда, еще больше пражского колорита, больше лошадей, больше архитектуры, больше памятников, больше брусчатки. Значит, все прям, чтобы максимально было в колорите. Так, огромное спасибо за эфир. Каждый раз смотрю ваш эфир и узнаю для себя что-то новое. Очень важно для меня. Вашими рекомендациями похудела уже на 40 килограмм. Значит, появились ребра. Правда, красота. Спасибо вам огромное. Просто звезда. Молочиночка. 40 килограмм. И то, что вы на 40 похудели уже, благодаря тому, что вы своей дисциплиной оплачиваете каждый день, вот этот вот путь ваш здоровья, это только ваша гигантская заслуга. Я вам искренне благодарен за то, что вы позволяете комментировать и позволяете ваше здоровье, значит, вместе поддерживать. А мы сейчас с вами пойдем в очень известный кафетерий. Он находится вон там на углу. Он называется Bake Shop. Сейчас пойдем, поблизываем булки. И поблизываем, ребята, и возьмем, может быть, кофе. Я не знаю, вы предлагали взять кофе. Посмотрим сейчас, какая очередь, чтобы мы с вами не стояли там и долго не, значит, куковали. А здесь тем временем, ну, вообще нереальная красота. Мне кажется, я так говорю про каждый переулок. Ребята, ну, это же просто. Ну, как можно вообще спокойно ходить и спокойно на это на все мероприятие как-то реагировать? Невозможно абсолютно. Так, каждый, блин, квадратный метр. Так, спускаемся вниз. Пожалуйста, пальцем наверх и подписывайтесь. Мы работаем с вами ради вашего здоровья. Каждый день стараюсь укреплять и разбираю ваши вопросы, ребята. Пожалуйста, подписывайтесь, обязательно комментируйте. Доброго дня! Значит, иду в магазин. Что полезного купить? Мы вчера с вами разбирали. Кстати, в ночь вошли с эфиром вчерашним и прям освещали там у меня на заднем дворе мои все растения ста тысячами люминов светильником огромным. Так вот, смотрите, вы идете в магазин. Вы должны зайти в магазин с имеющимся планом, да? Чтобы вы не просто забрели в супермаркет, значит, с непониманием того, что покупать. Вот это, наверное, самая бессмысленная, бестолковая машина для Праги. Эскалейд. Шесть метров безобразия. Нереально вообще, как на нем люди ездят, я не понимаю. Вы заходите в магазин. План такой. Купить кусок мяса. Какой? Зависит от того, какой у вас бюджет. Купить кусок мяса вы можете запакованный, вакуумированный или там в мясной лавке попросить. Что вы будете из него готовить, вопрос. Гуляш рагу? Возьмите подешевле. Будете делать стейк? Возьмите рибай или рамп стейк. Но вы должны идти в первую очередь, отталкиваясь от главной позиции. Вы ищете в магазине белок. Белок у вас идет из мяса, белок у вас идет из яиц, из сыра, из курицы, из птицы, из чего угодно вам нужен белок. Это самая главная переменная, которую вы выискиваете всячески. Значит, смотрите, какая штука. Значит, ох ты какая. 007 Клара. И там такая Клара симпатичная за рулем просто. Такая Клара. Боже, вот это вот именные номера, это так немножечко китч такой какой-то странный. Ну, опять же, это может быть я вам говорю, как человек, у которого 25 одинаковых футболок и появилось за последние 4 года разнообразие в моем гардеробе. Это вот 2 одинаковые рубашки. Ребята, так вот. Значит, смотрите, какая штука. Значит, вы идете с планом. Вам нужен план. План такой. Вы пошли купили мясо, и от мяса вы отталкиваетесь. Мясо – это самая главная переменная, которая у вас должна быть. От белка мы отталкиваемся. А мы с вами идем сейчас в бейк-шоп и посмотрим, чего здесь дают. Просят, пожалуйста, закрывайте двери. Мать моя, женщина. Ты заходишь, я тебя встречаю. Значит, вот этот вот безобразный прилавок. Посмотрите на него. Так, здесь есть что-то готовое уже. Что здесь есть готовое? Салат, кстати. Вон, смотрите. Греческий салат. Хорошо. Поддерживаю, одобряю. Любые салаты. О, смотрите, мясо есть. И шашлык есть. Значит, куриный шашлык и roast beef. Roast beef я полностью поддерживаю. Roast beef я полностью одобряю. Значит, вот эти вот всякие разные истории киш. Значит, мы это не берем, естественно. Супчик. Что-то такое. Хумус. Хумус мы тоже одобряем. Смотрите, сколько хорошего можно взять. Мясо. Я бы взял roast beef. Я бы взял вот этот салат греческий. Да? Греческий. Ну, просто супер. И дальше мы с вами идем. Смотрите. Круассаны. Пирожки. Булочки. Ой, божечки. Какая вообще. Смотрите, ореховый. Еще какая-то история. Ой, безе. Мамочка дорогая. Так, дальше пошли. Смотрите, что дядька взял. Дядька взял. О, боже, он взял морковный торт. И капучино. Морковный торт и капучино. А мы с вами возьмем сейчас просто кофе. Добрый день. Можем вас попросить классическое прессо. Из собой просим вас. А, нет, просим вас карту заплатим. Угу. Это сложно. Угу, дякую. Так, так. Вот так. Платим картой. Пик. Пик. На ике. Учит, почему мы выглядим. И кем отс. Так. Стоим, ждем. Нам делают наш кофе, ребята. И вон там кофемашина. Вон мой шот набирают. Эспрессо. Сейчас мы посмотрим, сколько там будет у нас жидкости. И, может быть, чуть-чуть добавим, да? Чтоб чуть-чуть больше. Вот сейчас вот посмотрим, как у нас получилось. Я вот всегда добавляю чуть-чуть горячей воды. Я не люблю прям супер концентрированные эспрессо. А здесь слева на меня, посмотрите, вот этот торт пялится. Говорит, возьми меня с собой. Накажи. Накажи. Обязательно нужно наказать. Смотрите на него. И вот этот ореховый. Ой, вот, боже мой. Вот это же просто ахиллесовая пята. Вон он. Морковный. Морковный. И еще клубничный. Все. И туристы заходят, понимаете? И все туристы заходят и такие, сейчас мы оторвемся на этом всем. А вот этот вот, этот называется лускачек на чешском. Орешковый такой. Просто шикарный. Дякую, Мац, Края. Мужу вас попросить горькую воду. Мужу мы пчем водокалимку. Дякую, Мац. Вот видите, молоко. Молоко я не беру. Сейчас я горячей водой чуть-чуть разбавлю его. Дякую вам. Так, берем, добавляем в наш кофе чуть-чуть воды, чтобы не проливать, когда буду ходить. Можно взять вот эту вот штучку. Так, берем крышечку. И пошли, ребята. Так, ух ты, они взяли торт. Ой, божечки, они взяли тортик, ребята. Так, я тоже. Давайте с вами нажремся тортика в прямом эфире. Это было бы эпично круто. Так, ну-ка, давайте садимся. Точнее, садимся, не садимся. Ну, можем мы посидеть. Чем черт не шути? Чего бы не посидеть, да? Ну, лошадки. Еще больше пражского колорита. Еще больше пражского колорита. Давайте посидим. Чем черт не шути? Давайте, давайте посидим. Давайте, давайте посидим, передохнем. Давайте, значит, мы начали с вами прямой эфир в кафе. И уже еще дальше прямой эфир, да, вот, пускай на заднем горе, как там, сарай горе, как-то, на здоровье всем. Значит, давайте обсуждать дальше вопросы. Так, поехали дальше. Воспалился лифаузел, можно продолжить закаливание? Конечно, можно. Так, дальше. Интересный язык. Да, чешский язык интересный. Поехали дальше. Дякую, на украинском тоже, да. Это дикуй, на чешском. Дикуй, дикуй, моцкрат. Это, как бы, большое спасибо, Элита, многократно вас благодарю. Так, поехали дальше. Может, не такие? Нет, все то же самое сладкое, как в Англии. Да, пускай сзади, видите, там у нас тортики, безе. Сейчас у нас на заднем фоне безе, ребята. Сейчас с вами, пускай на заднем фоне будет безе, и оно, знаете, пускай давит там на голову из области. Я безе, я давлю тебе на мошечок сзади, прожигая тебя взглядом. Значит, те, у кого РПП, поймут меня, да, вот у меня расстройство пищевого поведения. Раньше я мог зайти, вот, я бы выгреб вот этот весь прилавок с этими всеми круассанами, просто бы утонул там просто, и ел бы до тошноты в машине, понимаете. А потом бы, когда отпустила панкреатическая атака, снова бы ел. Это нормально абсолютно, когда у тебя расстройство пищевого поведения, это вот такое есть у тебя, в кавычках, поведение, да. Ты ешь, как свинья, до переедания или до рвоты даже, а потом снова ешь. И дальше себе винишь. И следующая стадия, это когда ты пальцы вставляешь, рыгаешь и снова ешь. Это, получается, дальше идет все в сторону, ну, не очень хорошие, как бы, динамики. Проще всего, вот, я почему так люблю в эти все кафе заходить, зайти, взять кофе, да, и, естественно, соблазн в голове. И, естественно, как бы, торг постоянно идет, и ты думаешь, ты можешь себе позволить, у тебя есть возможность, тебе можно немножечко, да, себе там порадовать еще как-то, да, там, оторваться на этом, там, кафетерии, чего-то там себе там купить. Вот это доказательство самому себе, да, вот, каждый день прецеденты, которые доказывают, что ты, да, вот, ты хозяин, ты принимаешь правильное решение, и дальше дома у меня лежат завакуумированные кусочки мяса. Что я сделаю сегодня, когда я буду есть дома? Я приду домой, поджарю мясо, там, чесночок, сделаю, там, может быть, какой-то элементарный салат, или, если будет лень делать салат, возьму просто квашеную компосту, съем мясо, салат, и вечером потренироваться. Естественно, после всей работы выполненной, после всего-всего-всего-всего, понятное дело. То есть, вот это, понимаете, супер важная тема. Не дать вот этому вот внутреннему голосу, я же могу себе позволить. Для первых, потому что ты каждый день себе будешь мочь позволить. И каждый день, когда ты себе можешь позволить сладенького чуть-чуть, или понемножечку, ты превращаешься в свинку-пепу постепенно. Так, поехали дальше. Цепляет вирус, почему-то идет сразу в горло, оно будет идти, будет воспаляться. Вопрос, что ест ребенок. Цинк, С или Д3, должно быть, там, Д3, там, 4000, цинка 50, и там, С, там, 1000. Утром, днем, вечером у ребенка с качественной едой, понимаете? У каждого, да, воспаляется иммунная система, она идет каким-то своим форматом. Идет, там, какой-то формат, который свойственен лично для вас. У кого-то больше свойственен лично, там, для вас, там, у кого-то в горло, у кого-то в слюни, у кого-то в кашлю, у кого-то в температуру. У кого-то там лимфоузлы воспаляются, у кого-то начинают, там, не знаю, раздражаться глаза или еще какая-то тема. Фишка в том, что у каждого иммунная система работает по-своему. Но поддерживать иммунитет отсутствием сахара, во-первых, а во-вторых, наличием цинка, С или Д3, это задача каждого человека. Так, значит, реально ли не набирать вес, принимая контрацептивы? Меньше ем, больше спорта, оно набирается вес. Ну, естественно, вообще, зачем они вам, в принципе, изначально? Можно поинтересоваться? Вы понимаете, проблема главная заключается в том, что вы... Зачем на этих оральных контрацептивах? То есть, какая цель их в вашей жизни? Не забеременеть? Лучше используйте презерватив. Если у вас какие-то гормональные вопросы, восстанавливайте гормоны при помощи наших советов. Делайте, используйте, заживляйте, восстанавливайте гипофиз. Нет ни одного случая адекватного, который я бы сказал, да, это обоснованное использование гормонов. Может быть, в каких-то крайних историях, когда там расстроен гипофиз, или когда у нас там безумная какая-нибудь история с менопаузой, еще как-то. Но реалистично у вас нет сценариев, в которых оправдан прием гормонов, если вы знаете, что есть другая, более здоровая альтернатива. Понимаете, какая штука? А она есть, 100%. Конечно, вы будете набирать вес. Это абсолютно так и должно быть. А чего вы не будете набирать вес на гормонах? 100% вы будете набирать вес. Перебелеменности мучает целлюлит. Это зато лимфы, абсолютно не связанные вещи. Целлюлит – это из-за того, что у вас эстрогеновая доминация, у вас должен быть эстроген, он 10 крат повышается на фоне только первого триместра. То есть там огромные значения по эстрадиолу в первый триместр, он очень растет, и целлюлит будет развиваться. После беременности пройдет, не забывайте шагать, и много, пожалуйста, тренироваться уже после беременности. Скажите, как пить цитрат калия с едой? Не нужно пить наголото, от него будет тошнить. Просто во время еды чайную ложку в рот и запили водой, и все. На интервальном голодании можно молоко? Нет, молоко нет, сливки вы можете себе позволить. Так, поехали дальше. Вот грудку индейку, молодец, правильно. Приятного вам кофе питья, вы лучшие. Спасибо большое, Миташенька, благодарю вас. Это лучший формат, Алексей. Прага, view и здоровье. Вот это вот, да, у нас кардиоэфиры, услада для глаз, и архитектурная, и вон там с круассанами, и беседой. Ну, вы же понимаете, мне очень сложно такие эфиры поддерживать. То есть, это, ну, нужно специально приехать в центр. У меня трое детей, работа, нагрузка, все. Это безумно сложно спланировать все эти поездки. Их нужно с чем-то соединить. Это дорога в центр, дорога обратно. Я обожаю Прагу. Обожаю. Прага – это любимейший мой город на всем белом свете. Но это очень сложно. Я очень стараюсь для вас. Я надеюсь, что мы заслужили на палец и подписку, ребята. Потому что все делается, чтобы вам было интересно смотреть и было интересно слушать. И чтобы с этим совсем, знаете, такую капельку подсадить вам в голову знаний каких-то, какое-то развитие, мотивации, чтобы мы с вами здесь двигали наш этот вот валун, им дисциплины каждый день. Это прямо экстраважно. При беременности яблочный уксус, конечно, можно. Значит, тоже хочу в Прагу. Ой, ребята, приезжайте. Приезжайте. Живые эфиры – это бомба. Никаких постановочных видео. Да, у нас никогда и не было постановочных видео. У нас всегда живые эфиры. Они бывают из студии, бывают из моего заднего двора, бывают из машины, бывают в движении, бывают из тренажерного зала, еще откуда-то. Но они всегда живые. У нас всегда с вами живое общение, ребята. Значит, здравствуйте. В чем отличие между калий-цитрат и калий-хлорид? Хлорид не даст вам того эффекта. Цитрат даст вам многогранные эффекты от вывода мочевой кислоты до поддержки поджелудочной, до разгрузки мочеполовой системы. И упражнения укрепляют поясницу. Это же одна из моих профессий. Реабилитация, которой я занимаюсь. Поясница – это очень опасный регион вашего опорно-двигательного, потому что большая часть людей ни хрена не понимает, как с ней работать. У большинства лишний вес, люди ходят, они сутулят, где-то там наклоняются не совсем корректно в течение дня. У вас есть лишний вес, вы ходите, там немножко назад отклоняетесь, и у вас эти диски начинают постепенно уничтожаться. Вашу, значит, замечательную поясницу вы укрепляете, и такое упражнение называется гиперэкстензия. Гиперэкстензия. В сале, в тренажерном вы находите козел, 45 градусов, вы делаете на нем 5 подходов, по 15-20 повторений, можно даже с весом. Ну, я молчу о том, что вы можете делать становую тягу, это мощно укрепляет поясницу, но для тех, кто задает вопрос, как укреплять поясницу, становая тяга, это точно на первых порах не вариант. Дома это можно делать наклоны на ровных ногах с 5-литровой бутылкой. Вперед. Бег на месте? Нет. Точно так же, как мечтать о деньгах не даст вам деньги, вам нужно работать, чтобы заработать деньги, понимаете, или мечтать о здоровье, вам не даст здоровье, вам нужно действовать. Значит, точно так же, как и работать над бегом на месте, понимаете? Потрясающе красивые люди, некоторые есть. Просто я в шоке. Ты смотришь на человека, и ты не понимаешь, как вот это, ну, безумно красивые люди. И мужчины, и женщины есть. Вот сейчас передо мной проходят, ребята, я разверну камеру, смотрите, я сижу. Вот с видом с каким, да? Вот у меня стоит кофе. Ой, боже, как, значит, как кинематографично, ребята, посмотрите на это. Вот я сижу с вами, беседую, кофеечек, лошадочки, тут люди ходят, некоторые просто, ну, нереально вообще, такие есть красивые люди. И ты понимаешь, боже, это же как бы работать над, как бы, да, своим внешним видом, но это огромный труд, на самом деле. Очень круто. Сейчас женщина зашла, очень красивая, ну, лицо прям вообще, знаете, вот есть вот такая, есть вульгарная красота, есть сексуальная красота, есть просто красота, красота, и вот есть такая красота, ты просто смотришь на это, а там просто нереально вообще красивые люди. Так, вы принимаете протеиновый порошок, вы так прям написали, знаете, как будто я должен выйти из сумрака и рассказать, что я там колю стероидами, понимаете, протеиновый порошок, вы принимаете протеиновый порошок? Я рекомендую людям регулярно использовать белок дополнительно, если вы не получаете его из пищи. Вам полтора грамма белка нужна на килограмм массы тела. 95% из вас могут это все мероприятие получить из еды, но многим из еды не получается получить достаточно. О, привет. Даша пришла к нам. Не хочешь привет передать? Нет? 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 Давай. Да? Нет? Всем привет! Даша пришла. Я только обсуждал красоту, женщина зашла безумно красивая, мне пишут комментарии, а что Даша на это скажет, что вы засматриваетесь на других женщин? Что Даша скажет? Даша любит красивых женщин. Тоже, да? И мужчин красивых, все красивые. Я смотрю, просто фантастические люди выглядят, некоторые просто потрясающе. Так вот, понимаете, какая штука? Полтора грамма белка, собрать на килограмм массы тела, это не проблема вообще абсолютно. Если нормально составлено, опять же, меню, и мы с вами сегодня в первой половине эфира, обсуждали это. Если у тебя нормально составленный ВЖУ, то ты и не паришься по поводу того, чтобы было у тебя достаточное количество белка и коллагена, и глюкозамина, и хондроитина, и прочей другой чепухи, у тебя автоматически становится это все на место. О, М5. Я тут вам, ребята, параллельно с экскурсией по Праге, с архитектурой и с кондитеркой, у нас еще экскурсия по автомобилям, ребята, с вами идет. Автоматически вы станете на место. Но если вы не едите грамма на килограмм массы тела, посчитайте, пожалуйста, сколько мяса вы съедаете в день. Сыра, орехов. Хотя орехи это не полноценный белок, хрен бы с ним. Если у нас есть мясо, то оно может немножечко дополнить вашу картину по вашему белку. Если у вас там 0708, дополняете ваше меню сывороточным качественным белком, не первым прямым пищей, после еды. Для того, чтобы не было атрофии быстрой, процессов старения, чтобы не было этих процессов, которые вы чувствуете в виде там от кожи до болота, везде, где нужен аминокислотный профиль, а он все, что вы видите там в зеркале, когда вы смотрите и все же, чего внутри, все нуждается в аминокислотах и незаменимых. Я вам вчера рассказывал, что существует 9 незаменимых аминокислот, которые вы не можете производить самостоятельно. Вам нужно их получать извне. Если вы их не будете получать извне, ваше тело будет атрофироваться, ваше тело будет быстро стареть, вы будете в риске травм, вы будете в риске потерять здоровье в разнообразнейших абсолютно мероприятиях в плане там от травм до, не знаю, износа, понимаете, ваших суставов. Это крайне опасная история. Дополнительный белок и объем белка в день должен быть соответствующим, должен быть достаточным, должен быть удовлетворительным и он должен быть всегда, каждый день по грамму на килограмм массы тела должен быть. Ребята, смотрите, набежало миллион сто тысяч пятьсот людей, сейчас мы развернем вашу камеру и посмотрим, чего берет народ и пойдем дальше постепенно туда, в центр. Так, чего народ берет, чего люди берут. так, эспрессо, эспрессо, значит, поехали. Молодцы, к тебе берут эспрессо, а вон там я вижу уже, да, с молочком погнала. Да, так, я вам даю бурувковый коллаж, посмотрите на это вот коллаж из черники, посмотрите на эту просто красоту, на эту красоту. Ой, мамочка дорогая. Ладно, пошли, так, пойдем, будем двигаться. Так, пошли. Опа, так, поехали. Выходим дальше. Кардиоэфиры, ребята, это праздник. Кардиоэфиры, это праздник. Так, берем дальше ваши вопросы. Значит, по поводу холестерина. Нет такого понятия, как плохой холестерин. Очень много ребят, значит, думают, что холестерин у нас с вами может быть плохой, может быть хороший. И дальше, да, вот эта вот история, а вот как понизить плохой холестерин, понимаете? Ребята, нет такого понятия в принципе. У вас в организме не производится плохого или хорошего. Как вы думаете, за миллионы лет эволюции мы бы могли дойти, да, вот, и прекратить делать плохое? Конечно, могли. И ваше тело не делает плохое. Ваше тело производит, а точнее, печень производит 90% вашего холестерина. У вас есть высокой и низкой плотности. Есть общий, есть триглицерин. Когда мы берем липидный профиль на анализ, мы видим все типы, которые относятся к липидному профилю. И нет такого понятия плохой, когда хороший. Есть тот, который более доминантно помогает эффективно закупоривать вам сосуды и создавать все проблемы, связанные с химическими болезнями сердца. но это же не его вина. Понимаете, что холестерин закупоривает ваши сосуды и создает вам бляшки и прочие другие. Это ваша вина, потому что вы некорректно, неправильно пользуетесь телом. И поэтому у нас начинаются проблемы. Значит, а мы сейчас с вами идем мимо очень прикольного места. В Праге это грузинский ресторан. И я вам делал... Окей. Я вам делал отсюда несколько видео. Ребята, здесь прям very much вкусно. Вообще ни разу не дешево, но прям вообще очень хорошо, очень вкусно. Значит, и в грузинском ресторане можно взять прям очень хорошо и замечательно и полезно. Так вот, ваше тело, производя холестерин, избыток его метаболизирует. А если не метаболизирует, это указывает на то, что как бы печень гипотозная, жировая. И начинаются дальше вот эти все мероприятия. А что делать с холестерином? Да ничего не делать с холестерином. Есть нормально, пить нормально, не иметь продуктов высокой гликемии, опять же, чтобы этот холестерин дальше не зашкаливал. И зашкаливает он еще раз только потому, что у нас с вами печень не метаболизирует излишек этого холестерина. И этот холестерин продолжает быть проблемой. И дальше у нас статины и прочая другая фигня. Вот, но статины лишь маскируют, потому что если вы имеете метаболический синдром, если у вас там холестерин зашкаливает, если все эти вопросы как бы являются у нас актуальными, то вы возьмете, например, статиновый какой-то комплекс, понизите плохой холестерин, а дальше что? Вы же остаетесь в рисковой группе еще дюжины других убийц, понимаете? И получается, таким образом у тебя маскируется одна проблема, но дюжина других остается. и нельзя подойти вот так выборочно, знаете, я хочу видеть только одну проблему, одну проблему этого холестерина и все. Это суммарно комплексный момент, который нужно учитывать и нужно залечивать вместе все. Так, чем полезны прыжки на скакалке? Шикарно, для движения лимфы, кстати, очень хорошо. Для, вы, кстати, Тони Робинс, если вы слышали, видели, Тони Робинс перед своими выступлениями вживую, всегда прыгает на таком батутике маленьком. Это вот похожий эффект, да, он не прыгает на скакалке, он прыгает на маленьком батутике. Я вам рекомендую, если вы можете, начинайте прыгать, и Даша это делает все эти годы, это суперкрутой инструмент. Прыжки на скакалке это обалденный инструмент, который очень полезен. Прыжки на скакалке это помимо расхода калорий, очень хорошо, как мы уже обсудили, для движения лимфы, и для профилактики застоев, и для, естественно, жиросжигания. И здесь, понимаете, вы получаете бонусом еще и укрепление иммунной системы, потому что лимфа, и лимфа еще раз очень-очень-очень задействована в работе иммунитета вашего. Вот те девушки, которые там мучаются отеками, ну, мужчин вряд ли это беспокоит. Для мужчин скакалка это один из обалденнейших инструментов для тренировки центральной нервной системы и для кондиции. Кондиция. То есть, ребята, которые имеют низкий процент подкожного жира, они имеют обычно в своем рационе тренировочную скакалку. я в зале когда вижу самых таких спортивных ребят, прямо очень круто, когда скакалка есть, и они такие прям подтянутые, знаете, плечи секутся, все сечется, и он там скучит на этой скакалке, просто красавчики. Очень-очень-очень крутая тема. Полностью поддерживаю, ребята, скакалку. Это мега крутая штука. Значит, поехали дальше. Значит, разве кета не должно регулировать работу печени? Почему тогда она не метаболизирует холестерин, раз он накапливается? У вас вопрос запутанный пять раз, вы сами не понимаете вообще, о чем пишете. Кета как раз помогает вашей печени разгрузиться, и кусочек мяса и салат 100 пакета хорошо имеет низкую гликемию. Мы об этом говорили в начале эфира, и продукты с низкой гликемией как раз помогут вам и похудеть, и избавиться от жировой гипотозы печеночного. Ваша печень не справляется с метаболизмом холестерина не потому, что вы на кето. Если бы были проблемы с холестерином на кето, я бы в первую очередь на себе бы знал, что больше 10 лет на кето, наверное, был бы какой-то негативный результат. Печень производит холестерин и накапливает, если она жировая гипотозная. А жировая гипотозная, когда в рационе много углеводов, потому что углеводы помогают печени жреть, а кето помогает печени чиститься. Знаете, какое количество тысяч людей, холестерином, на статинах, уже с стентами, уже с каким-то вопросом, где подозрение на рак, с циррозами. Огромное количество людей. Пожалуйста, посмотрите, Алексей Ворон, холестерин в Ютубе, напишите, чтобы углубленный я вам там рассказал отдельно в ролике. Пожалуйста, делайте это и спасите себе жизнь. Ребята, все те, кто к нам идут в ПГ-марафон под видео в Ютуб или в любой другой социальной сети, ближайший баннер вы найдете у меня в профиле, на 10 ноября я вас жду, где уже лично консультирую. И три недели вместе мы работаем, это уникальнейший курс, который дарит здоровье, спасает жизни. Три недели вместе, ребята, стоимость проекта дешевле, чем консультация у профессионального диетолога, которая длится час, но мы работаем три недели вместе. Я лично консультирую, разбираю вопросы, анализы, это уникальнейший, абсолютно потрясающий курс, который действительно спасает жизни. Уже 9 лет безукоризненного авторитета. Ждем вас. Для тех, кто к нам не может присоединиться, вы идете в YouTube и пишете Алексей Ворон. Интервальное голодание для чайников. Из этого вы стартуете ваш путь к здоровью самостоятельно. Будете ли вы под моим руководством личным или под своим дисциплинированным руководством, я вас жду каждый день в этих прямых эфирах на работу над вашим здоровьем, над вашим будущим. Пожалуйста, подписывайтесь. Мы будем дальше продолжать с вами делать, как всегда, каждый день прямые эфиры, чтобы они были интересными, чтобы вам было круто и вам было на чешском займаве, называется, чтобы вам было интересно смотреть. И вот, смотрите, сегодня у нас шикарнейший прямой эфир из центра Праги и в кафе Ван Дон, и в кафе Другое, и прошлись, и Старомельская площадь, и кардиоэфир сделали, сделали еще, помимо всего прочего, 4000 шагов. Класс, ребята. Чему здесь не радоваться, ребята? Все замечательно получается. Всем крепкого здоровья и до завтра.